Первого числа он говорит, Лёха, я вот тут подъехал к тебе, выйдешь? Выхожу, прихожу, здороваюсь с ним, он на своей крутой тачке подъехал И говорит, ну вот подходи к багажнику, смотри, вот сейчас ты откроешь багажник и сразу, ну и поймешь из какой-то сферы Открываю багажник, чё думаете? Что думаете, лежит в багажнике? Затянул? Давайте голосование, как у Кости, давайте голосование, что вы думаете? Ладно, похуй, шоколад, снюсик, да, Илюха Эксайл привез мне коробку снюса своего производства Который будет скоро выпускаться под названием Эксайл, снюс Дилда, нет Ну, в общем, я открываю багажник, и там лежит пакетик оранжевого цвета Угадайте, какой? Сум! Я думаю, ну ебать мне сейчас, ебать он мне там сейчас Никифелини привез Ебать он мне привез Никифелини Ну я типа в ахуе, что он просто с ничего решил мне сделать подарок Но он говорит, типа, ты меня так поддержал во время запуска продукта, ты меня типа так поддержал А никто другой не поддержал, суки И там пакетик ЦУМа И я заглядываю туда, и дальше, и там лежит белая тканевая упаковка Угадайте, что это за белая тканевая упаковка Такой мешочек беленький ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот что подарил мне мой брат Сумочка Ботега Минета Ботега Минета Вот такая, ну, двухцветная, черная Сзади ремень у нее зеленый Вот такая внутри она вся зеленая Бля, какой разъеб Я так... А он просто знал то, что я хочу сумку Я уже полгода говорю про то, что, бля, я так хочу сумку Ботега Типа, вот я думаю так Ну, вот в Москве покупать как будто, ну, бля, невыгодно, нахуй Заказывать не хочется Вот я бы куда-нибудь полетел и зашел бы именно в магазин Ботега И купил бы сумку Вот так вот И Илюха мне, значит, привозит вот эту сумочку Я не знаю, сколько она стоит, но я думаю, что очень... Ну, я думаю, что она стоит 1250 Ну, это пиздец Это вот... Это пиздец, респект Может быть, даже 200... Наверное, под 1300 она стоит в ЦУМе Так-то она стоит, наверное, 2000 долларов Может, чуть подороже Но в ЦУМе, наверное, под 300 тысяч она стоит Вот мне Илюшка, значит, привез Теперь вот такой вот чел, деловой, значит Обнальщик Осуждаю, нахуй Никакой не обнальщик Сумка обнальщика Ну, ладно, это не Луи Виттон Луи Виттон сумка обнальщика Знаете, такая, как у Икса была У Тентасьона Вот такая вот И вот здесь вот на груди Вот такая вот Вот это сумка обнальщика А вот это просто охуенная И у меня еще как раз он так Я еще подождеся На мне ботега бэк там 200, 400, 500 На мне ботега бэк там 600 рублей сумки Она дает свою башку мне за культуру Ну, Илюха шарит Илюшка Вы заметили, да, как он апнулся в плане одежды? Заметили, как Илюшка начал одеваться? У него уже разные стили вообще прослеживаются Но он модник Вот это началось с Марджеллы С первой Марджеллы, которую мы его посадили Вот он ботиночки начал покупать И все И он теперь Марджелла, Марджелла А сейчас вообще он охуенно выглядит Даже без стилиста Просто покупает какие-то такие вещи Как сказать Вот недавно было такие брючки охуенные Рубашечка пиздатая Ну, такой вот И Владос наконец-то стал еще это Old money таскать Поняли? Раньше Владос какой был Жорики четвертые Джинсы нахуй И... Бандана Худак А сейчас все какие-то серьезные, блять